привет привет мой завитали я думал что нибудь и расстанет буду готовь ребят скажите пожалуйста как звук чтобы я понимала так звук во первых очень хорошо все отлично звук хорошо спасибо так на сегодня тема она такая нас излюбленная до страх смерти или в погоне за смерть и почему именно эта тема и мы же ее уже не первый раз обсуждаем но она свою актуальность не теряет не теряется чем потому что как бы как бы мы не говорили что мы идем к определенным вещам по факту мы с вами все время многие вместе давайте я не буду говорить за всех вот я просто такая же была определенное количество времени и очень много очень часто мы топчемся на месте но ни в какой себе не признаемся что это так то есть мы тебя оправдываем любыми способами что это вот то что я делаю это правильно потому-то потому-то я это делаю потому что у меня нет другого выбора я это сделал потому что еще что-то и пока вы не перейдете вот этот руби самого себя вы вообще не поймете чем я хочу я вам говорю вы не не сможете услышать то между строчке которым пропитана все вокруг и самое верно вот этот вот решительный шаг это сделать этот шаг чтобы выйти из этого из этих кругов как по которым мы ходим в одном по одному и тому же кругу все снова и снова вновь и вновь и многие удивляются ну как так вот я я же например все знаю все осознаю вот я это делал по миллион раз и все равно вот это вот не получается все равно вот как-то не так и все равно я возвращаюсь там что-то вы это делаете не потому что вы это сделали вы это сделали всегда делайте для кого-то когда мы делаем что-либо для кого-то показать кому-то в оправдании для кого-то доказать еще что-то мы это делаем неосознанно но если вы тоже доказательства всех же каких-то своих моментах показать рассказать что я это смогу если вы это сделаете осознанно если вы сможете это показать самому тебе что это через сознание это прийти то так вам придут все понимание то видение где вы раньше топтали почему я говорю что с общимся на месте есть такие вещи которые человек говорит так вот он уже вот я тебе вот а другой те говорит ну как бы расскажи как я тебе только что рассказал ты чё ты мне вот это а ты расскажи вот этот вот смысл слов он даже не ложится вот этот смысл слов он настолько настолько чужой для его мира что даже не может понять что что с ним происходит и почему страх смерти мы всю свою сознательную неосознанно осознательную жизнь все время идем к смерти своими какими-либо действиями какими-либо высказывания сознание осознание о чем это я говорю это как раз я говорю о том что вот мы например недовольны чем-то например недовольны своим телом да например своим телом своей внешностью там цели волосами ногами зубами рогами с чем и вот когда мы чем-то недовольны мы направляем вот это вот недовольство через любой негатив на других через какие-то все время пошлепывание самого себя и мы вот этот негатив все время возвращаем мысленно к самому себе как бы говорят что как бы нет мне моё тело не подходит для дальнейшей жизни мне там мои зубы моя внешность мои волосы мои ноги мое материальное положение мои друзья моя работа мой дом он мне не подходит для дальнейшей жизни но что вам подходит мы это еще не можем перейти на следующий рубеж поэтому мы знаем что и не подходе и все свое существование говорит окей выставляем счетчик чтобы мы из этого мира ушли из этого недовольца мы не можем жить в недовольстве вечном понимаете и когда мы живем вот в этом недовольстве мы запускаем генетически так чтобы мы ушли из этого недовольца а уйти из этого недовольца если мы находимся в этом материальный премьем перед мир материи материально это недели собой и так дал нам чтобы будете затем из этого материального мира на нужно потянуть как минимум свой аватар а чтобы покинуть свой аватар можно любой.мным путем можно его разрушить болезнями может его разрушить жиром можно его разрушить Худобой, можно его разрушить через голову, чтобы вкладывать туда какие-то постоянные мысли. То есть мы идем на разрушение, на покидание этого материального мира, в котором мы не можем себя найти. И мы постоянно идем вот к этой смерти. И только мы прекращаем идти к смерти, никогда мы соглашаемся, что полюби себя в любом теле. Полюби себя с любыми мыслями, полюби себя еще с кем-то. Это бред полный. Ну, как мне кажется, я только свое мнение высказываю. И пока мы не осознаем, что вот на сегодняшний день, вот я вот в этом теле, чтобы вот это. У меня такая внешность, чтобы вот это. У меня такой дом, чтобы вот это. У меня такое материальное состояние, положение, чтобы вот это. И когда мы прощупываем механизм, когда мы нащупаем вот эти вот ступеньки вслепую пока еще, тогда мы можем себе вот, чтобы вот это, чтобы у меня было вот это. А вот это вот мне нужно, чтобы что. И поднялись на следующую ступеньку. И когда мы идем по вот этим ступенькам, когда мы начинаем себя раскручивать, мы себя можем только самостоятельно раскрутить. У нас у каждого есть на определенном этапе человек, который нас будет подпинывать, чтобы мы себя раскручивали. Для некоторых людей этим триггером являюсь я. Где-то жестко, где-то еще чем-то. Но это не потому, что я злюсь на кого-то. Это не потому, что я там высказываю какой-то негатив. Это потому, что через поглаживание мы добиваемся своих целей, наверное, в процентах 7. Ну, максимум 10%. Но через пинки, через негатив мы добиваемся своих целей в 70%. Почему? Потому что, когда нас поглаживают, нам, вот нам, например, там, ну, пыль будет, полнота, худоба, неважно. Что-то с физическим телом. Не то, что нам нравится. Вот. И что происходит? Когда тебе кто-то говорит, да что ты, ну, все нормальное, ну, смотри, вот есть еще жирнее, есть еще худее, есть еще прыщавее, есть еще кривее, есть еще такие... И, ну, ты все равно, если ты захочешь, если ты там это, 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 и ты через поглаживание, у тебя, если, может быть, что-то промелькнет, но это вот маловероятно. Но если тебе, ты говоришь, там, ой, я такая толстая, а тебе подходят, говорят, ты что, ты толстая, правда, ты толстая, ты что, брось, ты жирная. Какое толстая, ты садишься на полдивана одна. И тогда ты начинаешь вот этот, и тогда тебя начинается, у тебя там все, у тебя поехала кардиограмма, и ты думаешь, я жирная. И у тебя вот этот вот щелчок, вот этот вот, вот этот механизм начинает запускаться, и ты думаешь, я толстая. Но это не нужно переходить вот в эти вот соплевытирания, ой, я толстая, что мне делать. Это нужно всегда четко понимать, что это твой толчок для того, чтобы ты что-то сделал. Если ты не будешь это делать, то ты пойдешь дальше в разрушение себя, то есть своими соплями, своим негативом, ой, я толстая, все, пошла я сейчас заряжу себе сериал на 28 лет, куплю себе там, я не знаю, там, мороженого, пирожного, макаронов и не знаю чего, и сяду, буду смотреть на чужую красивую жизнь, на чужое красивое тело, на чужую красивую историю. Потому что в своей красивой истории это нужно постараться. А чтобы постараться, ну, это уже другой момент. Мы же все любим говорить, ой, конечно, тот вам денег-то нарубил, сейчас ездит, отдыхает, а я вот сутками работаю на своей нелюбимой работе. Ты сутками работаешь на своей нелюбимой работе не потому, что ты такой херовый, не потому, что работы больше нет, а ты сутками работаешь, потому что ты себе честно не можешь признаться вообще, чего ты хочешь. А что ты хочешь, а что ты любишь, а что ты сделал для того, чтобы найти, хотя бы прощупать начало той ниточки, за которую ты можешь ухватиться и сказать, да, это то, что мне нравится. У вас, вот так вот по щелчку это, но я не знаю, как у кого работать. То есть я к своему любимому, к своей любимой жизни, той, которую я сейчас люблю, я к ней не сразу пришла. Для меня вот так, как я сейчас живу, если бы мне сказали еще там некоторое время назад, что я буду так жить, я бы сказала, да ладно, да ну не может такого быть. Я, а что у меня там, на моей улице что там, не знаю, там, грузовик с пряниками перевернется. Но мы очень часто не видим становления людей, вот этот их путь. Мы видим только, вот он был здесь, и вот это вот, что с ним происходило вот здесь, мы чаще всего не видим. Мы видим уже вот здесь. И говорю, ну конечно, он изменил, смотри, как его деньги испортили, смотри, как его то испортило, смотри, как его другое испортили. Потому что мы знаем, вот этот человек, который здесь был, вот я вчера, я была абсолютно другая, чем я сегодня, абсолютно. И кто меня знал, например, год назад и сейчас, мне тоже скажут, блин, вообще она другая, что с ним вообще произошло. Про меня можно сказать, что я жесткая, но я не жесткая, я просто правдивая. Я научилась говорить правду, насколько бы она тяжела ни была. Я настолько, вот все, кто меня смотрят, вот кто дошел до моих эфиров, я очень четко, очень отчетливо понимаю, насколько это сильные и могучие внутри люди. Зачем мне сильных людей поддерживать слабости? Конечно, я вам буду говорить это все в глазах, конечно, я вам все буду говорить это в лицо. Я не вижу в вас слабости, чтобы начать вас жалеть, либо подбирать слова, чтобы вы не обиделись. Этого не будет, потому что я знаю, что вы каждую мою фразу переработаете на свой лад, чтобы увидеть те грани, те струны, которые вам нужно подтянуть в вашей жизни. И это, наверное, одно из самых главных, что вообще может быть, когда мы по-честному начинаем говорить друг другу, да, первое время еще, наверное, будут вот обиды какие-то слайды, хотя мы будем, нет, я не обижаюсь, я не обижаюсь, а внутри вот это вот есть. И пока вы себе не признаетесь даже здесь, что, да, меня все равно зацепило, вы не сможете проработать то, что вас зацепило. Пока вы себе начинаете лгать, меня больше ничего не тревожит, меня больше ничего не касается. Вы не сможете проработать, что у вас там такое, и у вас все время будет свербить. А пока вас свербит, ваша энергия уходит на то, чтобы залатать то, что просверлило, и вы не пойдете дальше. И только через тотальную честность, которую я уже говорю на протяжении многого времени, через тотальную честность вы можете прийти к самому себе. Когда мы начинаем говорить, что вот мне вот тех-то вот, например, там, жалко, я вот тем хочу помочь, я вот этим. Представляете, насколько вы себя выше ставите вот этой вот ступеньки, на которой стоят они, что вы знаете, вы знаете, что им плохо, вы знаете, что им нужна помощь, и они бездарно ступают, не могут себе помочь. А я такой вот здесь клевый, клевый и вообще замечательный. Я им сейчас помогу, потому что я самомогущество, и это все прикрыто одеяльцем благости. Я вот так вот во благо, я просто во благо, помоги себе во благо, покажи, как ты начинаешь жить, как ты начинаешь мыслить, как вокруг тебя начинает меняться мир. И в свое вот это вот пространство начнут идти люди, начнут идти люди, чтобы в своем пространстве пересчелкнуло. У одних просто будет замыкание. Я вам сразу говорю, я вижу, как людей, которые приходят в мое пространство, едут издалека. Вот в Сочи встречались, была вот встреча у нас, человек приехал издалека. Все, и он приехал, и он приехал, и он говорит, мне перед фактом, я издалека ехал несколько дней, чтобы с тобой лично поговорить, потому что ты сказала, что в эфирах ты не можешь дать такую-то и такую-то информацию. Я приехал, я здесь, я красавец, принимай меня и рассказывай. Ты сказала лично, рассказывай. А кто сказал, что ты готов к этой информации? А кто, ты вообще меня предупредил, что, и как бы с таким намеком, что, я же так долго ехал, ну а кто виноватся? Надо было тогда со мной пообщаться, смогу я выделить время, не смогу. То есть, вот понимаете, этот ведь человек, он обиделся, он жутко обиделся. Я вообще никто понимал, я вообще не так это ожидал. Я вообще, ну, не важно, что, как бы, не важно, что с его стороны, но важно, что с моей стороны я бы могла сказать, что? Я бы могла сказать, ну да, как бы ты же издалека приехал, ну, как бы, ну, наверное, неудобный человек, ехал трое суток, чтобы увидеться со мной, чтобы поговорить. А я тут такая звезда, посмотрите-ка. Не хочу ему уделить какого-то времени. Посмотрите, как своя описи важная. Нет, ребят, здесь не про это. Я смогла по-честному сказать, я по-честному ему задала вопрос, а какую информацию ты хочешь услышать? Он говорит, такую-то, такую-то. Я говорю, а что ты знаешь об этой информации? Насколько ты к ней подготовлен? Что ты вообще в этом ракурсе узнал? Чтобы я тебе дополнила те пазлы, по которым ты будешь дальше идти? Он говорит, я ничего не смотрел. Я же к тебе приехал, ты же знаешь. Передай знания, да и все, иди дальше. И тут я понимаю, что человек настолько не готов к этой информации, даже если я ему что-то скажу, он ее не увидит. То есть я достаточно много говорю в прямых эфирах, чтобы направить на какой-то дальнейшие свои шаги. Я это четко осознаю. И я тогда по-честному сказала, как бы, ты не готов к этой информации. И это было по-честному с моей стороны. И на каком-то определенном этапе я бы раньше, я бы не смогла этого сказать. Я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, а бы не было зимы. Некоторое время назад мне стало бы неудобно, что человек так долго ехал, и я бы через силу, потому что захотела бы быть перед ним хорошей, а не такой вот, какая я есть. То есть подменить себя на такой, который не существует, я бы начала с ним разговаривать. А так как с такой не существует, которая захотела разговаривать, то я бы не смогла дать ту информацию, которая есть истинная. Понимаете? И только когда я от души встречаюсь с кем-то, когда я от души даю ту информацию, когда я от души вот это все вот говорю, вижу, слышу, делаю, тогда это идет, она идет от меня, от меня от истины. А от меня от истины может пойти только истина, моя истина. Она может пойти истинная. Понимаете? И когда мы начинаем себя прятать под какой-нибудь маской хорошеньки, чтобы вроде как, ну, он так долго ехал, как я могу так вот поступить? Я себя вытащила ту, которая не существует, и дала бы информацию ту, которая не существует. И вот через вот тотальную честность, через тотальную вот эту... Она, честность тотальная, кстати, я вам скажу, что на первых этапах она очень больная. Потому что будут говорить, что злая, надменная. Что мне там пишут? Ну, у меня очень много комментариев пишут, поверьте. И в этих комментариях я настолько плохая, что мне уже не страшно быть плохой. Потому что я жду, что плохая. Хуже, чем уже, наверное, написали, уже написать, наверное, не смогут. Потому что там, вплоть до того, что там и какие-то извержения, ну, неважно, это как бы не имеет значения. Но это же они пишут себе, то, что они злятся, что не могут зацепить ту информацию, которую я даю. Я это прекрасно понимаю. Но я точно так же прекрасно понимаю, что я все-таки вышла на тот уровень, когда я могу по-честному отказать. Вот я могу просто... Человек может там из другой планеты прилететь, там, и сказать, что я вот отсюда прилетел, а я скажу, а я с тобой общаться не буду. И это будет по-честному, потому что я всегда принадлежу себе. Не каким-то действиям, не каким-то определенным вещам, которые определяют его жизнь. Когда человек крадет у себя какую-то энергию, у себя крадет время, у себя крадет что-то. Меня это не касается. Я вас призываю к этому, чтобы вы настолько погрузились в себя. Для начала нужно в себя погрузиться, чтобы потом вылезти. И когда вы погружаетесь в себя, когда вы понимаете, что вы начинаете пусть даже жалеть в животных, которые мы думаем, что они не могут какие-то определенные вещи делать. Но я вам еще расскажу. Ребята, у нас в нашем мире настолько все гармонично. И мне сегодня Авета задала вопрос, а если бы вот вашу собаку пинали и что-то еще делать, вы бы стояли, смотрели? Нет, я бы не стояла, смотрела. Но здесь стоит задуматься, а куда я со своей собакой зашла, что ее начали пинать? А что сделала, как я воспитала свою собаку, что она начала, чтобы она сделала так, чтобы ее начали пинать. Понимаете? Здесь же до определенного какого-то, определенной концентрации энергии есть целый путь. И вот если вот вы этот путь не контролируете, если у вас он по каким-то причинам ушел из-под вашего контроля, осознание, контроль и слово не люблю, из-под вашего осознания, то вот эта вот вспышка, она может быть самой непредсказуемой, и она вас будет очень больно ранить. Знаете, почему она вас будет больно ранить? Потому что вы допустили эту вспышку в своем мире, вы виновник. Если в вашем мире есть какое-то насилие достаточно глубокое, достаточно, которое вам очень хорошо видно, вы посмотрите, почему вот это же просто гненник взорвался, а что предшествовало? Какие ваши высказы, какие ваши действия, какой ваш круговорот предшествует? И вы очень часто вот этот круговорот не раскручиваете. Почему? Потому что когда вы его раскрутите, вы будете понимать, что это все создали вы, и это вы можете убрать из своей жизни. А как убрать? А если вы любите животных, а ваши родственники, охотники, готовы вы из своей жизни убрать их к родственнику? И тут очень много всего. Очень много всего накручивается такого, которое вот в этой вот дорожке. Это уже только результат, результат вашего какого-то времяпрепровождения в этом физическом мире, в этом материальном мире. но это не потому, что так случилось. Все, что случается в вашем мире, это только потому, что вы так это сделали. И вот я когда говорю про тотальную ответственность перед самим собой, тотальную ответственность перед самим собой можно взять только через тотальную честность. И почему это смерть, почему стремление к смерти, я думаю, что я вам сказала. Сейчас посмотрю, есть вопросы или нет. Так, у меня пишет, что вопросов нет. Ребят, если есть какие-то вопросы, если кто-то хочет задать лично, или вы в эфир выйдете, поднимайте, пожалуйста, ручку, я добавлю. Света, ну это какой-то детский подход. Приехал издалека и тому подобное. Как бросить привычки умирать? Какой-то детский подход. А, ну, поняла. Ну, детский не детский, но это факт. И причем достаточно взрослый человек, который там в практиках, в различных находках находится. И вот это просто, как бросить привычки умирать? Тотальная честность. Вы не будете умирать, когда вы четко будете понимать, что все, что происходит в вашем теле, это вы создали. Тише. И когда вы начнете разруливать вот эту ситуацию, а почему я это создаю? А для чего? А чтобы что? А почему я себе вот в этом буду признаться? И смотрите, нам же не нужно, вот, например, там, я люблю животных, а мои родственники, например, охотники. Нам же не нужно от родственников. Я же не говорю от родственников, как сказать, заметьте. Я говорю о том, что когда вы признаете себе тотально, что меня это окружает потому-то, потому-то, у вас будет всегда выбор. Либо вы из этой ситуации выходите, и вы вообще покидаете своих родственников, вы в этом не находитесь, либо вы себя прорабатываете. Вам же эти родственники нужны для того, чтобы проработать. Вы этих постоянно бедных животных, подкинутых на улице, еще где-то, вы их постоянно видите, ведь не для того, чтобы они вас за душу задели, а это ваша очередная проработка. И пока вы это не проработаете, вам будет все время попадаться такие ситуации. Это проработка вас, но не на плане жалости, а проработка себя на плане важности. Важность. Очень важна важность. Когда вы себя не можете интерпретировать и переквалифицировать, и пересоздать себя новым, каким вы себя хотите сейчас видеть, то тогда, так как вы понимаете, что здесь тяжело себя создать нового, тяжело создать свои новые мысли, новые рамки, новые границы, новые подходы, новые осознания, тяжело создать новое тело, тяжело создать новый бюджет, новое материальное состояние, новое, новое, новое. Это все тяжело создать. А что легко? А легко переключиться, например, на что-то благое. Пожалеть кого-то на что-то благое, кому-то делать какие-то там, помогать, вот у нас же помогаторов-то вообще куча, это же помогать, жалеть, умиляться там каким-то определенным вещам, это же не про вас уже всегда, это про ваше покрывало, которым вы накрываетесь, уходя из вашей жизни, уходя из этой, не вылезая из своего одеялка, вы следик закутали, чаек взяли и смотрите красивый сериал в чужой жизни, потому что свою жизнь, чтобы вернуться, это представляете, нужно чай перестать, из пледа вылезти, здесь еще непонятно что, это все нужно разрулить, помыть, не знаю, там, постирать, погладить, еще что-то, еще что-то, еще что-то, чтобы привезти, сначала свой дом в порядок, а потом выйти за калитку, начать там облагораживать, показывать людям, как нужно, показывать своим примерам людям, не то, что там, эй, идите сюда, вы там, трупоеды, еще что-то, нет, ни в коем случае, именно своим примером, что я вот так вот, я вот так вот, я вот так вот, я вот так вот, потому что я, я же центр, вы всегда центр, вы всегда этот штиф, вокруг которого крутится все, все, что происходит в вашем мире, это все, все вы центр, в моем мире я центр, и как только вы это осознаете, что вы центр, и только вокруг вас все крутится, задавайте, пожалуйста, как вы будете, в какую сторону крутиться, и с какой скоростью. Тише, потише, или вы выключите, ну что такое-то? Ребята, есть еще вопросы? И мы, да, в клубе, ближе, ближе к выходным, в пятницу, наверное, также, в клубе вечных, как раз, да, сейчас включу, сделаем прямой эфир, как раз вот на эту тему поговорим, достаточно поглубже, чтобы уже было. Да, Миш, можешь с камерой выходить, можешь так говорить, я тебе включила микрофон. А ты себе его не включил. Миш, у тебя микрофончик выключил. Миша. Не слышно, не видно? Ой, поди. Вот, видно? А слышно сейчас? Очень плохо. Что у тебя с наушниками? Скажи мне, только, я думала, что я только одна такая. Я говорю прямо в микрофон. Ну, я не знаю, может быть, это у меня так плохо слышно. Ребят, напишите, слышно Мишу? Слышно, не слышно. Потому что у меня вроде бы все включено. Включено. Я тебя слышу, но очень-очень тихо, поэтому я, чтобы всем было слышно. Это я еще в наушниках, может быть, в наушниках лучше слышно. Давай я быстрый вопрос задам, просто не будем... Слышно, Мишу, все, говори. Свет, а вот скажи, пожалуйста, по поводу вот этих вот проработок, вот этих изменений. Это 24 на 7, 365 дней в году нужно все ситуации, все время находиться в состоянии проработки. И по какому, если нет, по какому критерию, по каким-то чувствам, по эмоциям или почему отслеживать те вещи, которые нужно прорабатывать. И бывают ситуации, когда прорабатывать не нужно, а достаточно просто, ну, я не знаю, там, увидеть ее, и до этого достаточно. Или даже не видеть, а просто сказать, я вот сделаю это еще раз по-другому, там, или как. Или это с утра вот проснулся, и такой, типа, вот, блин, надо прорабатывать сегодня это, 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 а вот еще вот это, завтра вот это, завтра вот это, и так без конечной проработки. А как же жизнь? Нет, Миш, один из самых основных критериев, я поняла твой вопрос, смотри, самый основной критерий, как только ты, какая-либо ситуация, как только ты ее начинаешь оценивать, плюс-минус, значит, ее нужно прорабатывать, значит, там есть важность. Это самый первый критерий. А что в твоем понимании проработка? Вот, тоже такое слово заезженное, вот, что это, это, нужно создавать какие-то мысли, формы, не знаю, рисовать образы, представлять себя, возвращаться в какое-то, не знаю, детство, прошлое, там, отматывать. Не-не-не, начинай себя отчитывать, что если ты даешь оценочность какому-то действию, случаю, высказыванию, человеку, неважно, чем, тогда начинаешь, а я его оцениваю так, что в нем меня задело. Что есть в нем, чего я не могу позволить себе. Что есть в этой ситуации, которая меня так задевает. То есть вот этими вопросами, различиями, вот такие вот, начинаешь вытягивать, почему это оценочность-то есть. И как тогда понять, что ситуация проработана, то есть что должно быть? Когда оценочности не будет, когда ты просто ее примешь, потому что она просто есть. Но по-честному. Не так, что, а, у меня все хорошо, у меня все замечательно, у меня нет никакой оценки. Вот ты сидишь день, сидишь, нет оценки, два сидишь, нет оценки, но третий день вышел на улицу, тебя окатила машина, ты такой, дай свой рот под носом. То есть это на уровне эмоций получается? То есть если у тебя все ровно, ничего не колбасит, не колышет, то... Вот на уровне эмоций ты сразу же поймешь, что тебе нужно прорабатывать, потому что эмоции это не наши. А когда идет на уровне чувствования, то там уже нет оценочности. И ты будешь... Потому что чувствование, мы очень многие не знаем, чувства это намного глубже и ярче, чем эмоции. Но мы так не умеем ими пользоваться, что мы все время стремимся к эмоциям. Потому что чувства, у нас они всегда вот как бы вот закрыты эмоциями, они у нас не разработаны. Когда мы переходим все больше и больше на чувствование, эмоции отпадают, и у нас тогда чувства, они начинают раскрываться и наполняться. И это другие, вообще другие... Ты себя начинаешь считать, как другой формой жизни. Ты говоришь, чувствования во множественном числе, то есть они тоже бывают разные, потому что у меня они пока не... Да, ну смотрите, вот у нас на сегодняшний день мы знаем только 5 видов чувствования. Это которыми мы пользуемся. А когда они у тебя начинают раскрываться, их 360. Чувствований. А, ну ты имеешь в виду запах, свет, вот это вот? Да, мы знаем только 5. А представляешь, с 5 на 360 распаковаться. Нет, не представляю. Вот. Мы даже эмоции столько не напишем. А тут, понимаешь, ты просто когда вот уходишь в безоценочность, через чувствование, но это уже другой этап, мы сейчас просто загрузим. Это, наверное, в вечных поговорим об этом. Да, да. Да, давай. Угу. Окей, ладно, спасибо. Все, спасибо. Да, там сейчас Лава, если он не вылетел, подниму руку, я ему включила микрофон. Наверное, вылетел. Угу. Так, ребят, есть еще вопросы? Сейчас посмотрю здесь. Света, как считаешь, привычка еды насколько смертельна? Привычка еды, она не смертельна абсолютно, если мы будем понимать, что такое еда. Мы же едим, чтобы набить желудок, а по факту еда – это информация. Я не говорю про вареную еду и про мясо, да. То есть зелень, в ней одна информация. И на определенном этапе нам эта информация нужна. И вы, когда начинаете есть зелень, вы получаете эту информацию, получаете эти вибрации. Ягоды, фрукты, овощи. Это у каждого определенная своя вибрация и своя энергетическая структура, в которой вы, соединяясь, вы себя насыщаете. Насыщаете тогда вашу внутреннюю спираль, вот этот вот вихрь энергетический, так скажем. Но вы можете только насыщить, когда вы в результате придете к сыро-моноедению. То есть съели какой-то один фрукт, один продукт какой-то, который вы четко прочувствовали, что вот сегодня я его хочу вот так вот. Может быть, это будет не каждый день, может быть, даже это будет не каждый, не раз в два дня, а реже. Может быть, вы в день захотите два каких-то энергетических потока испытать. И вот это я называю едой, такая должна быть еда. А вот это вот с тазиками салаты, там, я не знаю, там, как они называются, там, плов, там еще что-то. Это не еда, это просто мы набиваем свой рюкзачок, когда к смерти идем. Ой, чтобы нам комфортно добраться к смерти, нам нужно вот это положить, вот это положить. Когда мы собираемся на юг, что нам, чтобы для комфортного существования на юге, чтобы там у нас на все случаи жизни. Там, если и в ресторан, и не в ресторан, и везде, и вот мы набиваем этот чемодан до максимума, да, и точно так же, когда мы вот и это едим, и это едим, и это едим, мы набиваем свой рюкзачок до максимума, чтобы более комфортно нам было дойти, более комфортно, более быстро было дойти до смерти. Это уже не про еду, а еда именно это наполнение. Так, Ютуб не читаю. Сейчас еще. Жизнь без еды – это лучшая проработка. Жизнь без еды вы очищаетесь без еды достаточно сильно. Я очищаюсь без еды достаточно сильно. Поэтому для меня это да, но я не могу сказать, что это для всех едино. Я не могу сказать за всех, я могу сказать только за себя, потому что я это пережила. Так, сейчас не могу найти. Вот, еще. Так, добрый вечер. Свеча под задницей мотивирует всеми темп, поэтому нужно голову, точно. Светлана, добрый вечер. А как же избавиться от непреодолимого желания спасать и отдать последнее? У меня и бабушка такая же была генетически, мы с ней одно лицо, кстати. Есть ли взаимосвязь? Конечно, есть взаимосвязь. Ребята, вообще генетическую взаимосвязь очень хорошо и очень правильно прорабатывать, потому что я уже говорила, что мы на сегодняшний день же психан в нескольких мирах. То есть мы не в одном мире вот этом материальном живем. Мы живем в нескольких мирах. И если бывает такое, что мы в этом мире сделали свою проработку, а, например, в зеркальном мире не сделали, но это уже другая тема, это, наверное, не для открытого эфира. Вот, есть такое, да, есть вот такие вот более глубокие проработки, а если вот на поверхностном плане, то, наверное, можно сказать и такое, что вот когда вы начинаете, я уже говорила, когда вы начинаете помогать, это как раз про то, что вы отходите от себя. Отходите от себя по каким-то причинам. То есть вам проще сделать акцент на ком-то. Я хорошая, потому что я вот это сделала. Но я не сделаю себе честность, потому что если я буду себе по-честному, всем по-честному, то я буду достаточно плохой. И это факт. Потому что когда вы делаете для кого-то хорошее, вы сразу же двух зайцев убиваете. И тому сделали приятное, ну дай бог, чтобы приятное, да, чтобы не причинить добро лопатой. И себе сделали приятное, что вы не пошли на честность перед самим собой, не вскрыли в себе эти гноники, с которыми вы как бы... Вот это вот уже паттерн поведения называется. Когда вы из одного рода прям перетаскиваете вот этот вот рюкзачок, бабушка тянула эту лямку, теперь говорит, внученька, давай, держись, мы с тобой одна семья, мы с тобой один род, давай тяни, не обращай внимания на никого, зеркала проходим мимо, и ни на кого не обращаем внимания. И вы дальше начинаете тянуть, нравится, не нравится. Но это же социум одобряет. В социуме же мы хорошие, для родственников мы хорошие, для тех мы хорошие. Значит, я для себя буду хорошей. А почему в жизни то, 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 то не клеится, мы не будем это разбирать. Потому что я же хорошая, видимо, что-то вот где-то упущение какое-то. Это, опять же, то, что вы не держите свое, ваша жизнь не принадлежит, вы не, когда мы жутко начинаем помогать кому-то, еще что-то, мы не живем в своей жизни, мы начинаем углубляться в чужую жизнь, потому что своя для нас еще достаточно трудна. Что вы можете сказать про гидро? Как с ней договориться или избавиться? Я не знаю, что такое гидро. Тебя, я не знаю, что такое гидро. Доброй вам ночи. Скажите, помогают ли салаты на переходном периоде от съедних веганцев с приличным пищевым фазой и так далее, к малоедению и неедению? Конечно, помогают. Ребят, давайте сделаем в следующий раз эфир по сыроедению. Я там расскажу как раз и про вибрации продуктов, и как очень корректно переходить на сыроедение, чтобы не было вот этих вот жутких откатов. Вот об этом поговорим, потому что я думаю, что это тоже очень малая, нужная такая тема. Так, ну, на ютубе вопросы закончились. И для меня тоже мощная проработка. Так, ребят, если больше нет вопросов, если никто не поднимает руку, если нет в ютубе вопросов, то я тогда буду... А когда будет простроение? Следующий вторник. Следующий вторник будет вопрос. Вы можете накидать, кто в закрытом клубе. Еще, ребят, не забывайте, у нас будет тоже, скорее всего, в пятницу, будет в закрытом клубе, в лайвруме, тоже прямой эфир. Накидайте, что вы там хотите распаковать для себя. А в субботу, либо в воскресенье будет в вечных. Вот. Ну, еще, ребят, завтра, кто помнит, еще завтра на Дальменах встречаемся, в Геленджике, в который, кто хочет приехать. Вот. Ну, и, конечно же, на ретрит, ребят, и на марафоны. Там тоже. На ретритах как-то максимум, что я на данный момент ретрита вам смогу дать. Ну, как бы каждый ретрит идет, конечно, распаковка другая. Каждый ретрит, он всегда будет новый, другой. И очень приятно, когда ко мне ребята приезжают на следующий, на следующий, на следующий ретрит. Это как раз для меня показатель того, что они каждый ретрит для себя что-то новое подчеркнут. Значит, я иду правильной дорогой, что они распаковываются все больше и больше. Кто не может приехать по каким-либо причинам, неважно. Приходите на марафоны. На марафонах тоже мы хорошо распаковываем. То есть, и сейчас вот у меня очень хорошо, ну, как мне кажется, такое более глубокое видение по проработке финансов пошло, чтобы я могу уже объяснить, почему не идут эти финансы. Как сделать, чтобы там человек начал вот с этой стороны себя прорабатывать. Это будет на возможности меня вот эти проработки. И на возможности меня и на депривации. И на исполнение желаний, конечно же, на исполнение желаний тоже у вас. Поэтому, Светлана, я тебе открыла микрофончик. Говори, Свято, тебе сейчас хотелось спросить. А я хотела как раз спросить про завтрашнюю встречу, да. Я просто держалась. Планирую сейчас утром поехать. Наверное, подниму. Давай, будет здорово. Буду очень рада тебя видеть. Ты видела, да, в чате я там написала, когда и где, потому что я там еще не была на этих дольменах, ничего не могу сказать. Но я прикрепила, у меня в прикрепленных сообщениях, даже, по-моему, в школе остановилась. Да, встреча в Геленджике. Не туда зашла. Встреча в Геленджике всего возрождения у центрального дольмена Гармония. В 10.00. В 10.00. В 10.00. В 10.00, в 10.00, но, возможно, чуть позже, потому что у нас, скорее всего, машина задержится немножко. Поэтому немножко не от нас дает, может быть, где-то часов в 11.00. Ну, я думаю, что вам конструкция не будет. Поэтому, кто хочет присоединяйся, присоединяйтесь. Буду рада. Все. Давайте, ребят. Да, и... И, ребят, кто хочет присоединяйтесь, конечно же, в клуб. Есть клуб, который касаемо именно «Жизни без еды». Это Live Room. Он стоит 800 рублей в месяц. Присоединяйтесь. Там у нас более такие раскупованные эфиры. Ну, и кто считает, что он уже готов на более серьезные вещи. Вот. Как раз у нас будет следующий эфир. Там буду «Жизни без еды». Клуб личный. Там я уже, ребят, вообще в слабости не поддерживаю. Слово совсем. Вот. И они, как бы, знают во мне это. Во мне это. Вот. Поэтому присоединяйтесь, вы можете еще и туда информацию. Можно будет либо в школе автономии получить через сайт, либо написать «Школу автономии», либо уже в личку. Вот. Поэтому всех вас, ребят, обнимаю. Спасибо за вопросы. Спасибо за ваше участие. Спасибо, что смотрите, слушаете. И мне, правда, очень приятно, что вы у меня есть. Благодарю вас. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.